Ролик выставили там у Игнатья Тихоновича и у меня на канале пишут ну всякую там одни пишут молодец там бабы предприимчивые в оборот быстро всех дела там понимаешь ну пишут я там удаляю этих конечно такие она ревет там сидит это и звонит мне вся в слезах там дети детей тоже всех ну это то что вот люди пишут там и дети все переживают и она почему не понимают люди что это я не для себя это я для детей что нравится она молодец сама деятельная как бы не такая рухля а как бы ну дети где работы действуют молодец она там свободное время появляется она сейчас решила эти евангельские там часы вести детей по всей улице собирает высаживает их там в общем господи помоги этим детям услышать о боге бог затворил весь мир из ничего одним словом он все может сделать что пожелать мам ты тоже присядь бог это высочайшее существо ему нет равного никогда и нигде на земле не на небе мы и сами мы ничего не могли бы узнать о нем по внушению божию было записано первым кто писал моисей и другими пророками во священной книги а как книга в которой все написано называется библия библия наконец сам сын божий сына божьего как зовут я знаю алиса знает сын божий которого распятали за наши и права и правильно иисус христос иисус христос сейчас говорит напишите мне это объявление на такое и делать чтобы я по столбам ходил расклеивать чтобы аборты люди от абортов это самое ну такая она да переживательная за все и с людьми мне не нравится еще вот мне там много роликов ну таких минутных она высылает то есть есть чего-нибудь есть вот она прямо говорит там там этот ну вот как его зовут забыл я ну работал там двери в бане уставлял уставил ей вот она к нему подходит а у него видим день рождения был а она к нему обращается ну чё будет у тебя день рождения вчера был да она ну да она ведь я там бутылку пива нашла у нас быть пить то нельзя подрезал доски длинные смотри упираются нет соня это надо помочь дать азаму доску давай открывай двери подожди доченька подрезать доску надо соня говорит домой уезжает азам сегодня домой кого нам находить теперь каких-то рабочих надо вот один был нормальный хоть не пьет не курит молится я вчера азам знаешь что нашла какой-то от пива бутылку но там где-то яма была но у тебя день рождения было да пива пил да а так я не разрешаю нас пить то нет ладно тебе уж перед рождением не видно тебя не слышно было соня ну так я заправдана ну и младец видно там она как бы в теме что надо делать такая вот тоже мне понравилась она а игнатия техничного там не говорит по поводу да а чё он говорит оно ему надо у него сейчас на это самое на лето другие заботы у них лагерь детский я там под этим под роликом елена написал что какой лагерь ну плюс тогда родители вот после всего вот этого ошарашили там все ну кто из родителей детей своих отдаст в лагерь ну даже которые были вот эти елена плюс эти самые там еще ну барнаульские вот основных которые каждый год их же трепали то вот буквально оставили пару недель назад а так повестки посылали придите все такое а он на своем там же ты же видел на несли ролики и это елена там вот это барабаш да игнать отдайте дом вот этот ну который поменьше он поаккуратнее такой отдайте пусть и переезжают а потом второй дом это нынче мы приобрели два дома для замена лагеря это в новом формате будет вот эти меня детей давай закупили трубы чтоб печку топить даст русская печь это вот нынче население пол полностью это большая тут работа была сделана карта там играет это работает конечно конечно это русская печь сама муки дам смотри лена внимательно следим это здесь 12 лет не было хозяином а мы еще здесь двух дней можем поправить пол масло и прорезанная еще раздушина душа не было все сопрело это комната еще вот весной они освободят ее там две комнаты это все но это отопление которое там кочегарка она все целое я это не знаю да все целое я знаю надо смотреть они так делали а вот там мы здесь откроемся и бедишек сажают тепло и они здесь поры то какие они здесь и туалет здесь и коров держи кого саживая еще раз держать перестань все они держали это в роде дом да это в роде дом мы готовим для лета где дети могут отдыхать в лагере нету зелену согласно осталось бы говорить на воде здесь куда не повернешь тысячи накосится а у ребят они еще молитесь и колейки не вложили а вот господь благословил там ну еще что нибудь рассказывайте верандочка видишь что не сказала еще тут отдельная веранда отдельный вход тут детям очень удобно я и говорила что это тут а там а там сколько в этом доме можно жить сколько времени в этом доме можно жить это мы пошли смотреть четвертый дом я почему-то об этом думал тут же что это Никиты да дом да обиденький Никита он как все это будет ремонтировать так так заходите сюда здесь два этажа там этаж здесь уже лет на 5 никого нету Игнати Тихонович вот этого дома одного достаточно для лагеря достаточно мальчики и девочки в одном доме не будут жить никогда о чем толкуешься комнаты для мальчиков и два для девочек а тут воспитатели никогда этого не будет так пройдите туда все посмотрите Кирилл хорошо потолки высокие да? не нравится когда высокий потолок ну вот смотрите это под ним очень большой подвал по всем домам а там на железобетонных плитах он самый сварщик тут наварил тут хиросиба их не разобьет его ну да девочка можно у Надежды Васильевны летом ну да девочка у Надежды Васильевны мальчикам здесь а им отдать вот этот дом а если девочкам здесь вот летом мальчикам здесь а этой семье вот этот дом нет дом это отдельный будет строить он для этого не приспособлен нет это приобретение это он хозяин ну он хозяин он хозяин как вы скажете так и будет вон посмотри как очередь пошла поверни а вот зачем нам показали вот этот дом если он не входит в планы где лучше зимовать так ей не зимовать ей же жить а мы должны показать все что у нас есть в наличии ну правильно показали мы выбрали для нее лучше а что не важно что показал ну мы из этого и выбираем вот мы выбрали вот этот дом ну в этот дом в этот дом не войдет сегодня сегодня мороз и нет она сегодня то и не хочет она весной хочет приехать а весной бы они за лето все бы отремонтировали нет не ориентировали у них только строить если не строить то ничего разговоров не будет а они строят отдельный дом я не могу распоряжаться Володиным домом первое назначен за лагерь поблагодарим Бога вы три покровные поезжаете сейчас с едой тоже вот этот Дмитрий крестился вместе с вами я с ним тоже связывался а вот там есть московская какая-то благотворительная и расскажите что это за что это за организация мне просто это организация это ну она такая достаточно одна из самых больших благотворительных организаций называется милосердие то есть она ее основал архиепископ орехово-зуевский московской области пантелеимом давно организовал и там вот одно из ветвей тем они занимаются это вот помощь многодетным кто там находится инвалиды кто там брошенные у кого нет там продуктов мало пенсия не позволяет еще что-то бомжи лежачие больные ему просто всеми занимаются но вот одно из направлений это вспомникаת продуктыми благотворителя помогает вот деньгами с продуктами большими магазинами а он не раскидывает это по соответствии нуждающимся они с магазинами работают в том числе помимо того что и просто благотворительный большие которые там материально помогают в том числе и с магазинами вот организации вот они как бы ну с магазинами договариваются то есть какие-то товары магазины им поставляют вот они разводят там малоимущим пенсионерам инвалидам вот так же и могут по разным городам ну там сухопайки знаешь пряники макароны там сыпучие каши всякие вот и он я документы отсканировали тоже надо теперь найти как я не знаю с кем договориться наверное ну если есть какие-то сейчас он говорит что водитель ездит между городами допустим москва-барнаул да вот этот вот и с ними договориться чтобы передавали как-то паёк потому что он будет большой там сначала говорю может почтой а может там килограммов он будет дороже чем это самое чем сам паёк вот и там на месяц и на еду нормально будет да да вот хорошо вот так вот